Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги. Я Валерий Седов. Отставка принята. Депутаты Рязанской городской думы попрощались с Еленой Сорокиной. Праздник по-соседски. В Верхнем городском парке Международный день соседей отпраздновали с тортом и песнями. Высокий конкурс. Партия «Единая Россия» завершила предварительное голосование по выборам этого года. Сегодня на внеочередном заседании Рязанской городской думы народные избранники утвердили отставку главы администрации Елены Сорокиной по собственному желанию. Впрочем, как заявила сама экс-мэр, она продолжит работу в команде губернатора Павла Малкова. Временно исполняющим обязанности главы администрации Рязани большинством голосов народных избранников назначен Виталий Артемов. Утверждение отставки Елены Сорокиной с поста главы администрации и назначения исполняющего обязанности. В повестке внеочередного заседания Рязанской городской думы было всего два вопроса. Впрочем, отпускать экс-мэра просто так, без заключительного слова, часть народных избранников отказалась. В своей прощальной речи Елена Сорокина заявила, что продолжит работу в команде губернатора, а затем остановилась на позитивных моментах своей работы. Мы с вами ввели в строй около двух тысяч мест в детских садах за это время. Мы построили четыре больших детских сада от 220 мест, а один даже на 290. Двое яслей, 16 пристроек к детским садам на 60 или на 80 мест. За это время мы построили две школы. Пятую гимназию сдали в 20-м и в 22-м ввели в эксплуатацию 76-ю школу в Кальном. Более 15 тысяч светильников, вы знаете, мы заменили. 15 шкафов управления автоматических установили. 300 миллионов. Это стоило городскому бюджету. Прощаясь теперь уже экс-мэром, депутаты Гурдумы поблагодарили Елену Сорокину за активное взаимодействие, а затем приступили к голосованию. Проект принимается большинством голосов от числа присутствующих депутатов. Прошу голосовать. Решение принято. Уважаемые депутаты, я благодарю Елену Борисовну за серьезную и ответственную работу на посту главы администрации Рязани. За это время было реализовано множество проектов, направленных на благоустройство нашего города. Его социальное развитие, на улучшение качества жизни горожан. Тем же голосованием народные избранники утвердили временно исполняющим обязанности главы администрации Виталия Артемова. А Елене Сорокиной напоследок подарили цветы. За плодотворное сотрудничество и взаимопонимание. 26 мая в стране отметили День соседей. В Рязани к этому празднику подходят всегда с душой. На этот раз отметили в Верхнем городском саду с особым размахом. Общественные активисты угощали пирожками и компотом, пели песни и консультировали по коммунальным вопросам. Праздник традиционно проводится в формате концертов, творческих конкурсов, выставок, мастер-классов и спортивных соревнований. В рамках Дня соседей готовят культурно-развлекательные программы для детей, и взрослых. Проводятся церемонии награждения юбиляров, чествования старейших и самых маленьких жителей, семей спортсменов и учителей. В этом году мы рисуем рисунки для наших ребят, которые находятся в зоне свой. Также пишем письма, потом это все отправим нашим ребятам. Зеленая шкатулка, обмен с рассадой, таланты нашего двора, потом будет дегустация различных блюд. То есть каждый тос, приготовлют что-то свое, кто чем занимается. У нас многие тосы выиграли губернаторский грант, и кто закупил печку, кто закупил там еще что-то, и каждый год, в общем, будет очень вкусно пироги. И за этими пирожками очередь, приготовленная они с душой для соседей. В добрых соседских отношениях Елена Ремезова знает толк. Она состоит в тос уже два десятка лет. С учетом того, что день соседей отмечается не первый год, а каждый год, мы обязательно со своим угощением встречаем соседей. Ну соседи ведь как говорят, прежде чем купить дом, сначала познакомься с соседом. Вот мы точно так же. Нас уже знают каждый год. Мы уже приучили, что мы с пирогами, с блинами. Сегодня мы даже с супом щавельным. Поэтому вот как-то так. В прошлом году я выиграла губернаторский грант, доброе сдоба ТОС. Купила себе все, что мне нужно для выпечки, и теперь это уже мое. Я каждый год езжу по всем соседям, по всем мероприятиям, обязательно с пирогом. Это визитная карточка наша. Приехали на праздник и представители совсем молодых, но очень активных ТОСов. Вот, например, дом, который стал вторым на всероссийском конкурсе лучших летних дворов. Это результат слаженной, дружной жизни соседей. Я представляю свой дом Шевченко 82, корпус 2. Дружные у нас ребята, дружные соседи, поэтому нас, в общем-то, наверное, для этого и пригласили. Можно посмотреть на стенде, да, как мы живем, как мы дружим, как мы играем, как мы празднуем всякие там празднички. Вообще очень сложно, конечно, в новостройке сдружиться, да, потому что, когда люди вселяются, они буквально не знают, кто живет по соседству через стенку, да, там напротив и так далее. Поэтому здесь самое главное, наверное, что нужно делать, это проводить различные мероприятия и праздники, чтобы люди вместе выходили, отмечали, общались, знакомились и, в общем-то, потом в дальнейшем дружили. На этом празднике в Верхнем городском саду играли, веселились, пели песни и просто общались, знакомились и делились опытом. Дружить с соседями можно и нужно, и это стоит делать не только по праздникам. В Солодче высадили новые сосны. В посадке участвовали волонтеры, активисты, сотрудники муниципальных организаций, экологи, активисты рабочей группы по экостандарту города. Перед этим были вырублены старые ослабленные деревья, а уже на их месте посадили двухлетнюю рассаду. Саженцы обычно закапывают в ряд недалеко друг от друга, поскольку не все они вырастают до взрослого состояния. Всего в этот день пристроили более тысячи сеянцев сосен, а вот резенские липы тем временем атакованы непарным шелкопрядом. Бабочку заметили на липах в центре города, на улицах Хурицкого и Ленина у областной филармонии. Фотографии появились в социальных сетях. Авторы сообщений отмечают, что насекомые добили липы на улице Тержинского. Напомним, ранее мэрия рассказала об аэрозольной обработке разрешенным препаратом зеленых насаждений с гусеницами шелкопряда на территории парка Морской Славы. Работа, по заверению администрации, продолжится и по другим территориям, на которых будет выявляться вредитель. Партия «Единая Россия» завершила предварительное электронное голосование на выборах этого года. В 2023 году мы будем выбирать депутатов Рязанской городской думы. Только по предварительным данным в электронном праймерис приняли участие больше 30 тысяч жителей города. В региональном штабе общественной поддержки «Единой России» ровно неделю назад все было почти так же. Первые лица во главе с губернатором Павлом Молковым. Также ответственно подошли и остальные 37 регионов страны. Напомню, для безопасности от внешнего воздействия ключ шифрования блокчейна предварительного электронного голосования был разделен на четыре части. Их передали на хранение сенатору Александру Карелину, президенту ПАО «Ростелеком» Михаилу Осиевскому, заместителю секретаря Генсовета «Единой России» Сергею Перминову и первому зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алене Аршиновой. Настало время закрыть прием голосов. Александр Александрович, ну что ж, хранители, не разговариваясь, предлагают вам поместить вашу часть ключа в слот номер 4, финальный слот. Средний конкурс законодательные собрания 7,5 человека на место. В лидерах Ульяновская область 15 человек на место, Ивановская 12, Архангельская и Иркутская области по 10 человек на место. Одними из самых активных стали новые республики Донбасса. Из-за проблем с интернетом голосование было организовано еще и в вочной форме. Сразу хочу отметить, что предварительное голосование приняли более 207 тысяч жителей республики, и из них четверть в электронном формате. Хочу также отметить и напомнить о том, что Андрей Анатольевич Торучак заявлял, что мы в пятерке лидеров по количеству кандидатов, и это среди всех субъектов Российской Федерации. В Рязанской области основная избирательная кампания 2023 года – выборы в Городскую думу. В бюллетене было внесено 178 человек. В электронном предварительном голосовании приняли участие более 30 тысяч жителей областного центра. Кто сколько голосов получил предварительно, можно увидеть на сайте регионального отделения партии «Единая Россия». И уже сейчас можно сказать, что там есть сюрпризы. Окончательные итоги партийной процедуры проведут на заседании Городского организационного комитета 30 мая. После этого их утвердит Генсовет «Единой России». Рязанские леса патрулируют самолет Ан-2П. По информации регионального министерства природопользования, старый добрый кукурузник усилит авиамониторинг лесных пожаров. Базируется самолет на областном аэродроме Протасова, способен перевозить тысячу литров воды и может помогать в труднодоступных местах. В ведомстве рассказали о работе пилота. При обнаружении возгорания самолет делает облет задымленного участка. Летчик-наблюдатель определяет координаты и площадь пожара. Оперативно сообщает в региональную диспетчерскую службу и дает рекомендации по организации его тушения наземными службами. Сейчас Рязанская область занимает четвертое место в Центральном федеральном округе по лесным пожарам. Такой информацией поделились в авиалесоохране. Наиболее проблемным для региона в этом году стал апрель. Тогда произошли почти все 9 лесных пожаров. В мае же ситуация изменилась. С третьего места Рязань перешла на четвертое. Регион делит его со Смоленской областью. В лидерах по-прежнему Московская, Владимирская и Калужской области. Напомним, с 26 апреля из-за особого противопожарного режима запрещен доступ в леса. А с мая Рязанская область вошла в число маршрутов авиапатрулирования. За ситуацией следят летчики-наблюдатели. В Рязанской области продолжают восстанавливать некогда разрушенные храмы. И делают это в большинстве случаев сами прихожане. Начинают с небольшого строения, и вот на месте маленького домика вырастает церковь. Сегодня речь пойдет о небольшом храме в селе Дубровиче. Никто не знает, в каком году появился этот храм. Записи о его постройке не сохранились. Известно лишь первые упоминания от 1676 года. Спустя век храм заменили новым в честь святителя Николая Чудотворца, дополнив пределом в честь святых Флора и Лавра. Просуществовал он до 1930-го, когда начались гонения на русскую православную церковь. Тогда же церковь закрыли и разрушили. В 1937 году храм был закрыт, затем разрушен, и наш последний батюшка Ирий Иоанн Орлов был расстрелян на Бутовском полигоне. Стараниями прихожан, стараниями Ирея Максима было начато строительство храма. Храм строился достаточно долго, но вот такое значимое было для нас событие, малое освящение храма. Мы этому очень рады и будем ждать большого освящения. Новый храм начали строить еще в 2013-м. На пустом участке выросли стены церкви, а уже осенью 2018-го владыка Марк осветил для нее купола и кресты. Все это время прихожане стараются украшать как храм, так и прилегающую территорию. И совсем недавно митрополит Рязанский Михайловский Марк совершил чин его малого освящения и божественную литургию. Строительство храма еще не закончилось. Есть что доделать как во внутреннем убранстве храма, так и на прилегающей территории. Прихожане говорят, что трудностей при строительстве было много. Повлияла и ситуация вокруг, из-за которой, просто говорят, хотелось опустить руки. Сегодня в нашем Отечестве непростое время, и нас, как учеников Христа Спасителя, также охватывает тревога по случаю происходящих событий. Будем же помнить слова Господа, которые он произнес незадолго до прощания с учениками. Не оставлю вас сирых. И мы будем помнить, что слова Господа обращены и к нам с вами. Митрополит Марк выразил надежду, что в скором будущем удастся закончить строительство храма, а также создать небольшое место для общения с батюшкой и друг другом за чашечкой чая. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова